Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приехали пообедать в Лидо, в моё любимое, в районе Пурциэмс. А всё потому, что у меня здесь маникюр будет рядом, поэтому я сейчас заеду пообедать. Решила достать камеру и начать сегодня новый влог. Давайте посмотрим, что здесь вкусненького, хотя обычно я беру блинчики, всё по стандарту. А потом поедем на маникюр. Здесь на первом этаже, кстати, очень просторное тоже кафе и магазин кулинарии с салатами шикарными, с мясом. Посмотрите, какие котлетки. Здесь очень часто скидки. Сегодня воскресенье, может быть, поэтому, ну, там, смотря срок какой продуктов. И рыбные, и мясные котлеты, супы. Да, какие-то скидки даже на шашлык. Блинчики картофельные и сырники. Я очень люблю эти сырники. Я даже потом с собой возьму, наверное. В общем, тут есть где разгуляться. А внизу уже без тройки, где можно пообедать прямо сейчас. Также стоит такой холодильник с молочкой. Творог у нас 3,25 и 400 грамм. Сметана, сыр. И, ой, меня видно. И пельмешки, которые именно Лидо делает. Вареники. Так, чтобы не отсвечивало. За 4,50 коробки. Они очень вкусные. Пельмени тоже. И вот эти вареники с клубникой, яблоками, манго. Супер. Небывалый случай, мне запретили снимать в Лидо. Представляете, я вот наверху снимала сейчас магазин. Ко мне подошли, сказали, а у нас снимать запрещено. И это написано на двери. Я этого не видела. Вообще, первый раз слышу, конечно. Ну, ладно. Поэтому уже показываю еду. Взяла блинчик соленый со шпинатом, сыром. Сладкий с манго, с клубникой. И еще салат морковный. Очень вкусный здесь. С подсолнечными семечками. Ну, и кофе, конечно, с молоком. Так что это будет мой обед. Но я вот так немножко подрастроилась. А как не снимать в Лидо, если я здесь так часто обедаю? Всегда хочу показать это. Ну, ладно. В общем, будем обедать. Заехала еще под заправиться. Сегодня очень хорошая цена на бензин. Евро 52 за литр. Это вообще сейчас прям очень дешево считается. Потому что так доходит где-то до евро 72. В основном в последнее время. Поэтому я решила использовать возможность заправиться. Пока есть вот такая вот... У них акция, что ли, эти выходные? Не могу понять. Евро 52 за литр. Вообще нужно помыть машину, собраться. Как-то не доходят руки. Очень не люблю я ездить на эти мойки все. Так, пойду оплачу. Бегу на маникюрчик. Уже опаздываю. Все потому, что останавливаюсь у каждого куста с сиренью. Но не могу пройти мимо этой красоты. А уже надо бежать. Ой. Как это красиво. Хоть бы подольше подсвела. Все, бежим, 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 бежим. Быстро, быстро. Ну что, я наконец-то со свежим маникюрчиком выбрала вот такой голубой цвет. Ладно, похожу. Может быть, надоест он мне, конечно, через неделю. Но так как летом на дворе захотелось чего-то такого яркого, летнего пусть будет. Так что да, это такое счастье. Как я умудрилась проходить с предыдущим розовым четыре недели, я не знаю. Первый раз так. Поэтому я прям очень счастлива, что у меня наконец-то свежий красивый маникюр. Летний. Пусть и яркий даже для меня. Ну что, девочки. Я думаю, нам надо поехать в какой-то магазин с вами. Немножко пошопиться. Потому что... Ну как пошопиться. Посмотреть, какие коллекции. Да, сейчас, возможно, уже что-то новенькое завезли. Так что я уже за рулем. Едем с вами по магазинам. Я хочу до торгового центра Спица доехать. Кстати, я сейчас как раз по пути забежала в ДПД по Камат. И выбрала себе посылочку из Дуглас. Я заказала себе крем. Я уже начала открывать. Думаю, надо заснять, наверное, все-таки этот процесс. Смотрю, что мне тут положили какой-то пробник духов. И в Сен-Лоран. Либра. И тут, собственно, наверное, мой крем. Мне закончился крем для лица. И я решила попробовать по отзывам. Девочки советовали. Вот такой вот крем Star Skin. Pink кактус пудинг. Пудинг из розового кактуса. Ну не знаю. Видите, написано, что хитрейт увлажняющий. И glow. Типа свечение такое дает. Без силиконов. 73% кактус. Короче, практически натуральный крем. Ну не знаю. Буду пробовать. Интересно мне стало. Действительно, его рекомендовали, девчонки. И что, мне только один пробник, да, положили? Может быть, нет? Сейчас давайте я еще это открою. Так. Два пробничка внутри. Все-таки не Сен-Лоран, а Armani Code. Тоже духи, да, пробник. И кремик мне положили вот такой вот серым какой-то увлажняющий. По-моему, это корейская компания Skin House. Ну пригодится. Я в путешествия всегда беру такие миниатюрки. Ладно, все. Еду в Спицу. Хочу в Зару зайти. Присмотрела в интернете какие-то там интересные вещички. Попробую найти их в магазине. Я приехала в Спице. А здесь какая-то реальная стройка. Меняют интерьер, перепланировку. И представляете, Зара закрыта. Я в шоке. Как так? Такая большая Зара закрылась. Но, я так понимаю, что не на совсем, а до сентября. У них тоже какие-то перемены. Вот, видите, написано, что магазин нового концепта будет открыт в сентябре. Так что имейте в виду, в Спице минус Зара. До сентября Зара здесь нет. Остается пойти только в H&M. H&M, Reserved. Reserved тоже почему-то закрыт. Впереди черная решетка. Резерфда тоже нет. Слушайте, ну Спица вообще тогда все. Нету смысла даже ездить сюда. Пока, по крайней мере, до сентября. Один H&M. Но обувь еще наверху. А так больше ничего интересного тут и нет. Да, у них тоже реконструкция в Reserved. Все представляете? Ну, тоже временная как бы. Но все равно, я думаю, что на все лето. Ясно. Идем в H&M. Так, ну что у нас? Смотрю, что много нового. Вот такую новую коллекцию они предлагают. Я сразу смотрю на манекены первые. Потому что видно, что они выставляют обычно какие-то новинки. То, что сейчас в топе. Вот, кстати, красивый очень комбинезон. Брючный. Элегантный льняной костюм. И укороченный топ с юбкой сатиновой. Что еще, что еще? Солома. Тоже не помню такой сумочки. Тоже новое зеленое платье. Цвет как трава. Очень красиво, кстати. Как будто мятая. Много зеленого в целом. Длинные шорты. Я обожаю шорты на лето. Для меня это самый удобный вид. Вот одежда. Простыльненные шортики. Конечно, они мнутся. Это что у нас? Юбка. А нет, платье. Вот такое платье-мешок. Думаю, что очень комфортно. Единственное, вырез довольно глубокий. 30 евро. И к нему такая маленькая сумочка предлагается. 20 евро стоит. Немножко Michael Kors мне напоминает. Вот этот вот значок. Взяла вот эти босоножки. Хотела, вернее, взять. Понимаю, что до них страшно дотронуться. Они жутко пыльные. Не знаю, видно вам на видео или нет. Здесь просто слой пыли. Видите? Вот так у нас стоят вещи. Вечен Дэм. Фу. А вообще, мне кажется, что они очень удобные. Тоже очень пыльные, кстати. Но в целом, мне кажется, что очень удобный. Небольшой каблучок. Вот такие змеиного принта и просто чёрные. И сколько они стоят? Они под платье хорошо летом. Если нужно минимально принарядиться куда-то. Но не сильно наряжаться. Ни шпильки. 23 евро. Я так понимаю, змеиный принт возвращается в моду. Смотрите, здесь и платье, и юбка миди. Что-то ещё я видела змеиное здесь. Вот здесь полно всего тоже. Вот такие платья. И вот такие, как комбинашки. В общем, очередной тренд мы сегодня с вами, я так понимаю, нашли. Брюки. А, ещё эти босоножки классического бежевого цвета есть. Вообще, подо всё. Тоже 23. Тоже 23 евро. Ну, это, конечно, не кожа. Но, мне кажется, они прям удобненькие. Надо померить. Надела один чёрный, один светлый. Честно говоря, не понимаю, нравится мне или нет. Вроде удобно, а вроде как-то и пальцы вперёд, что ли. Но каблук удобный. Вот это прям отсылка на 2000-е, мне кажется. Такая ткань блестящая. Мне кажется, я помню это в клипах. Раньше в каких-то поп-звёзд. Именно в 2000-е что-то такое. Бритни Спирс какая-то. Я не знаю, блестящий такой топ. Маленькая сумочка и брюки карго, но очень тонкие. Ой, как бумага хрустящая с карманами. Вот они, кстати, хрустят. Низу на резинке. Ну, это такое, конечно, совсем молодёжное. Куда-то на летнюю вечеринку. А это что за сетка? Тоже что-то новенькое. Сетка у нас стоит 15 евро. А вот, кстати, на манекене. Ну, такое. Диско-диско. Вот такие новые топы, какие лёгкие. Сандалии, очень лёгкие. Сомневаюсь, что они удобные, потому что они не сгибаются. Но лёгкие-прелёгкие. Париж. Шлёпки. Очень много летних аксессуаров. Вот такие мусипусечки. Сумочки маленькие. Синяя и классическая бежевая. Мягенькая, кстати. 25 евро. Очень много шляп уже. Шляпа а-ля Панамы соломенные. И, кстати, такая же, например, сумка. Не знаю, может, кому-то актуально. Сейчас скоро уже отпуска. Все дела. Смотрите, какой комплект. Сумка классная. Цвет классный. Голубой-бежевый. Размер хороший. На море всё можно напихать. На пляж. 25 евро она стоит. Кепки. Тоже как под соломой. 100% пейпер, кстати. Ну, как-то так, в общем. Много купальников. Брючный костюм из вискозы. Такого нежно-зелёного цвета. Но в то же время яркий. Брюки широкие. И такой оверсайз-жакет. Не знаю, может быть, вместе я бы всё это не надела. Слишком ярко. 35 евро жакет. Но отдельный жакет, может быть, и можно было бы. Если хочется чего-то яркого. Приятная вискоза. Нашла целый рейл с распродажей, кстати. Здесь такие яркие, актуальные, довольные вещички. Вот вообще 5 евро. Очень яркий топ зелёный. А пока всё это можно... Пока всё это модно, можно и поносить, честно говоря. За 5 евро. Рубашки тоже как вискоза. На сейле. Вот чёрно-белая симпатичная. 18 евро. Рубашка-туника. Что у нас по составу? Ну, полиэстер 73 процента. Полосатый джемпирог. 13 евро. Ой, кстати, вот этот жакет, я помню, ещё в новой коллекции. Его быстро разобрали. Остались, да, одни эксэски. 22 евро. Сейчас стоил 45. Был бы мой размер, я бы, конечно, схватила. Ну, и эксэс даже мне будет маленький. В общем, ещё даже на распродаже кое-что можно урвать из такого летнего. Не зимнего. Ладно, здесь я вроде всё посмотрела. Здесь уже такой молодёжный отдел. Я даже не знаю, куда в этой спице теперь податься. Обувь пойти глянуть. Ни Зары, ни Резёрфт. Не знаю даже, что и делать теперь здесь. Куда ещё можно поехать? Ладно, пойду кружок обойду. Если что-нибудь увижу, то вам обязательно поснимаю. Но из Эйчендема я уже выхожу. Я не понимаю, что сейчас модно. Девочки, напишите мне, какая летняя обувь актуальна. Вот это актуально или нет? Ничего не понимаю. Что мне купить на лето? У меня ничего нет. У меня одни шлёпанцы. И я не знаю, что смотреть. Платформа, не платформа. Не, ну, в смысле, не платформа. Такое, что-то не совсем тоненькое. Но чтобы это было в тренде, как говорится. Вот у этих мне нравится цвет. Ко всему подойдёт. Но я не уверена насчёт этого каблучка. 65 евро кожа. Забежала в ледо. Взяла морковный сок. Будет у меня такая пауза полезная. Захотелось морковного сачка. И, наверное, поеду уже и спиться. Делать здесь явно нечего. Делать здесь явно. Меня сегодня мотает по всему городу. Я вернулась, в принципе, в район, где я уже сегодня была. Даже дальше проехала до торгового центра САГО. И мне выскочило на фейсбуке, что сегодня здесь открытие террасы. Я так понимаю, там, где кафе, открываются эти все уличные террасы. В общем, я хочу проверить. Посмотреть. Сейчас пока я не вижу, правда, где... А, вот, кстати, постер. Да, действительно, терраса Сад Кланшен. Открытие террасы 19 мая с 6 до 11. Ну, посмотрим, что за кафе здесь. Я уже не помню, какие летние здесь террасы. И заодно, может, в какой магазин зайду. Пойдемте посмотрим. Пока тишина здесь какая-то. Как-то людей совсем мало. Ой, как я люблю этот магазин. На ландеко. Все для дома. Здесь такая красота всегда. Не удержалась, зашла. Хотела мимо уже пройти. Очень красиво. Они уже сервируют столы, так, чтобы понятно было. Ой, какой легенький бокальчик. И тарелка интересная такая кривая, да? Я люблю такие. Очень мне нравится дерево. Мне кажется, на нем все очень эстетично смотрится. Тоже все неровное. Здесь все в голубых тонах. И посмотрите, какие бокалы. Голубым, да, как будто так отливает. Голубым и розовым. Как мыльные пузыри. Очень красивые. Такие же стаканы. Шесть евро стаканчик. Короче, тут можно бесконечно ходить. Реально бесконечно. У нас, кстати, неожиданно в Риге похолодало как-то 16 градусов последние три дня. Я хожу в плаще. Здесь открыли, кстати, обувно не так давно, мне кажется. Я в Акрополе его видела. Здесь не встречала. Наверное, недавно открыли. Что у нас тут интересное? Балетки сейчас возвращаются в моду. Ну, эти какие-то пластиковые. А вообще, да, балеточки сейчас прям нужно иметь. Ну, понятно. 20 евро, что ли, сколько они стоят? Вообще, по 11 евро, слушайте. По 50% скидка на балетки сейчас. 11.50. Понятно, что это не кожа. Но, если они вернулись в моду, почему бы и нет? Не знаю. По идее, я бы себе чёрные. Классические. Я так давно не носила балетки, я уже забыла, как это смотрится. Но вот эти такие, как с квадратным носом, вообще, кстати, очень удобные. Я бы, конечно, в идеале хотела кожаные. Но за эти без скидки, по-моему, 16-17 евро, в принципе, и такие могли бы сойти. А вот эти с круглым носом. Ну, мне кажется, даже мне вот эти больше нравятся. С квадратненьким. Эти такие совсем, как тапочки. Очень яркие кроссовки тоже. 30%... Ой, какие они тяжёлые. Ой, не-не, тяжёлые. Я такие не люблю. Вообще, классные. 30% скидка сейчас. 31 евро стоит. Зелёный, розовый. Вот этот лайм классный цвет. Ну, чё, тоненькие-то тяжёлые. И, кстати, много симпатичных... Ой, опять тяжёлые. Ну, просто кирпичи. Как берёшь в руку. А так симпатичные. Вот с плащом, с джинсами ранней весной, ранней осенью. Очень круто смотрятся. Вот такие крупные. Ну, может быть, без таких пряжек. Конечно. Но вообще, они смотрятся классно. Здесь прям большой выбор. Но опять не кожа. И опять очень тяжёлые. Это вообще убить можно. Нужно, короче, мерить. И как-то подбирать. Вот эти вот светлые выглядят. Ничего внизу. Реально убить можно. Просто килограмм... Не знаю. Пять, мне кажется, они весят. Зачем такую тяжесть делать? 55 евро. Ладно, одни кожаные. Они кожаные, окей. Они кожаные, но они реально тяжёлые. Невозможно в таких ходить. Вот эти полегче. Но это... Да, у них тут такая подошва, как цветная. Но форма сама не такая стильная, как вот эти. Ну, нет, 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 нет. Они очень тяжёлые. Вот эти лёгкие. Но опять стиль сразу другой. Какой-то такой, ну... Не очень стильно. Вот эти хорошие. Я тут в углу нашла вот такую полочку со скидками. Это я очень люблю. Находить в магазинах вот такие полки. Тут прям скидки до 75%. Я, кстати, рекомендую вам просто вот по углам посматривать иногда. Можно найти вот такие вот полки. И очень хороший вариант. А тут, правда, с размерами, как правило, не очень. Моего 38-го уже очень мало. Вот такие, например, кроссовки. И, кстати, довольно лёгкие. 38-й размер. Со скидкой сейчас они стоят 35 евро. Ой, нет, 35 без скидок. А сейчас 17. Кстати, неплохой вариант. 50% скидка. 17-49. Неплохие кроссовки. В общем, тут можно покопаться. И кое-что интересненькое найти. Вот, кстати, Esprit тоже классно. Они, правда, очень большие. 41-й, но симпатичные. Везде буковки Esprit такие. Бежевые тоже, как кеда больше. Они стоят сейчас 35 вместо 50. И ещё я на этой полке нашла вот такие классные сандалии, босоножки. Bench. Это очень хороший бренд, насколько я помню. Так лаконично написано Bench на них. Они, конечно, не такого цвета, как я мечтала. Они у коричневого, да, такого шоколадного. Но здесь более светлая вставка сзади, как будто даже кожаная. В общем, такой спортивный прогулочный вариант. И тоже на полцены, на скидке. Стоил ли они 35, сейчас 17-49. Мне кажется, я их сейчас померю, но они выглядят очень удобные. Мой размер 38, последняя пара. Мне кажется, они прям ко всему мне подойдут. Это, конечно, вариант такой. Один из. Такие тапочки удобные. Но почему бы и нет? Мне кажется, хорошая фирма. Но они, конечно, мега удобные. Просто как тапки. Я думаю, что за 17 евро нужно брать. С шортами будет хорошо. Чисто такие спортивные для прогулки. Ну что, поздравьте меня. Я с покупочкой. Неожиданно. Но все-таки накупила сегодня обувь. Ладно, шутки в стороны. Ребята, где у вас тусовка? Вы обещали тусовку. Открытие террасы. Где? 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 Пока не вижу. Дошла до зоны кафешек. Люди здесь есть немного. Ни музыки, ничего. Наверное, надо на улицу выйти. Ну что-то жарят там. Жарят, парят. Ага. Ну вот, террасу открыли. Действительно небольшая, правда. Совсем даже маленькая. Здесь какие-то игры. Я знаю. А, там впереди еще побольше терраса. Окей. А здесь что? Здесь напитки? Какая-то очередь поиграть в игру с бокалами. Пока не понимаю, что они там делают. Шарики кидают. Надо, наверное, попасть. Очередь большая в нее стоит. А вот терраса, видите, какая еще одна? Побольше здесь. На берегу как бы этого канала. Или что это вообще? В общем, еду можно взять внутри в кафе и прийти сюда. А, нет, это для гостей бенто ресторана суши. Понятно. Это отдельная терраса бенто. Окей. А вот это, наверное, здесь. И, видимо, вот там вот небольшие террасы для именно вот этого фудкорта. Можно взять внутри и посидеть здесь. Ну, какая очередь поиграть в эту игру? Посмотрите. Я решила все-таки посидеть на улице, раз уж я приехала. Сейчас возьму что-нибудь перекусить быстренько. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok